То есть проверить того, что, допустим, с первого взгляда, если я перекрестился, уже все, я повторяю, тысячи сект отпали, католики по-другому, старобрядцы, два перста, да, старобрядцы, да, православные, которые сегодня щепотью молятся, ну тут, может, и не заметили. Так, я православный христианин, так, слушаю вас, что еще, повторите. Нет, я говорю, а что, вот на Украине много енюатов, они тоже так крестятся. Ну да, ну это православные, пошли на соединение с католиками. Ну это, я их считаю за сатанистов, если честно. Да об них и говорить не надо, они сами разберутся. Нам нужно знать там, где мы находимся. Все ли ладно, вот у нас церковь, все за деньги, все везде. За крещение, это кощунство, симония, крещение делается недействительным, и никто этого не видит. Симония, это смертный грех. Я извиняюсь, а вы как, ну, как бы из, это самое, то есть, ну, вы какое-то отношение к церкви имеете, или вы просто истинно верующий? Верующий у нас храм, зарегистрированный православный, мы строим православную деревню. К нам приезжает, к нам приезжает, к нам приезжает, к нам приезжает митрополит Сергий Иванников, московского патриархата служит. Но мы зарегистрированы от русско-православной церкви за границей, от той царской, белоэмигрантской. То есть у нас все одинаково, но регистрация... Так вы же при РПЦ, да, я так понимаю? Ну, русско-православная церковь, а в скобочках дается буква «З». То есть мы зарегистрировали общину тогда, когда еще не было разговора об объединении. Так и остались. А теперь все общение вместе и причащаются. Но вы человек, как бы, семинарию заканчивали? Я ничего не заканчивал. Никакого гуманитарного образования у меня нет, ни духовного. Я самостоятельно изучаю Слово Божие и святых отцов 57 лет. Дай Бог здоровья. А мне идет 81-й год. Да, ладно. Серьезно? Всякая ложь от дьявола. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Евангелист Иоанн говорит, всякая неправда есть грех. И апокалипсис свидетельствует в 21-й главе. Участь лжецов в озере Огненном. И поэтому говорить, что самая малая ложь – это от сатаны. Я не знаю, как вам обращаться. Мне хочется сказать... Я Лапкин Игнатий Тихонович. Город Барнов, Алтайский край. 81-й год мне. Дай Бог вам здоровья. Да, дает, Господь. Часто он под 60. Ну, потому что меня Бог берег. За Слово Божие я был в пяти тюрьмах, в лагере. Вымораживали, что-то косо мной не делали. А я еще одной таблетки не съел. Это Бог так... Вы же пили тоже в лагерях. Вы знаете что? Запишите два слова. Я дам ключик вам к великим сокровищам. Запишите. Запишите. Я запомню. Не запомнит никто. Запишите. Нечем. Ну, где-то хоть пальцем где-то... А потом перепишите. На пыльном стекле. Давайте. Давайте. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Это я. Если вы зайдете по... Игнатий Лапкин. Если вы зайдете по скайпу, я один на весь интернет с этой фамилией и именем. И мы покажем, какой... Сейчас. Вот я напишу вас. Игнатий Лапкин. Лапкин. Сейчас. У нас огромные ресурсы в интернете, которых нету больше нигде. Сейчас. Я не скажу. Да. Вот YouTube-канал. У нас называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. У нас 17 300 роликов наших, не чужих. Сейчас. Мы строим православную деревню с нуля, где нужен человек, чтобы доказал, не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А одна деревня на всю вселенную. Господь так сделал. Я начальником детского лагеря был 45 лет и плюс еще три в другом варианте. И все это на нашем сайте. Смотрите. Вот так на страну, как Латвия. У нас сайт, сайт. Во свете Библии сайт. Это через Google зайти. Если вы зайдете, там 50 книг, моим голосом начитанные. И вы можете на аудио ехать слушать Библию. Полно 12 томов Златоуса, 12 томов Жития Святых, Добротолюбие 5 томов и Архипелаг Гулах. Я написал там стихотворение о Ленине и брал интервью репрессированных. И в то время нельзя никак. В 87-м году я освободился. А как вы к Сложеницыну относитесь? К Сложеницыну я отношусь как к величайшему человеку, равному, который не было в советское время. Человек, который, особенно Архипелаг Гулах, сегодня нападает на него. А сегодня в школах его преподают. Не курите, пожалуйста. У нас с курящими не положено разговаривать. Извините, а такой вопрос. Этот человек, Сложеницын, предлагал бомбить Советский Союз бомбами. Он не предлагал. Не предлагал. Я вам могу ссылку переслать. Я насчитывал, Архипелаг Гулах распространял в первой стране. Меня зачем учить? Я могу вам прислать ссылку в Ютубе. Я знаю. Не в Ютубе. В его произведениях надо. В Ютубе можно что угодно сказать. Он мог своими словами говорить. Надо бомбить Советский Союз. Не говорил он этого. Он не так говорил. Ну как не говорил. Хорошо. Я могу ссылку переслать. Нет. Скажите, вы Архипелаг Гулах читали от корки до корки? Конечно читали. А это предложение оттуда взято, когда он сидел в Гулахе. Нет. Это его личные слова, которые он на видео говорил. Скажите, а вообще чего он сказал? На Ютубе написано. Ну, обождите. Союз со всем его народом нужно искоренить. Ибо это и есть величайшее благо для цивилизации. Вот его цитата. Да, понимаете, это все придумали. Сегодня уже... Это он сам говорил. Это 70 какой-то год. Знаете что, если хотите знать, одна фраза такая. Спорит, кто ничего не знает. А кто знает, он возвещает истину. Я Архипелаг Гулах на него писал послесловие. К нему написал. Меня судили за него. Он говорил так, когда сидел в Гулахе. И узнали, что образована Организация Объединенных Наций. Он в лагере это узнал. И говорил... Нет, подождите. Я слышал. Вот. Это я видел. Я слышал. Это факт. Это документальная запись есть. Стенограмма. Запись. Да не было записи какой в лагере. Вместе с народом. Обождите. Если он в лагере был, какая запись? Вы же понимаете. Это не было записи. Когда он в Америку мигрировал, он выступал в ООН. Он не мигрировал туда. Его выслали оттуда. Вот все неправду говорить это. Его в наручниках увезли туда. Когда он написал, как теленок бодался с дубом. Подождите. А кто его выслал туда? Советская власть. Советская власть. Сдали его в Германию. И обменяли на Луиса Карвалана должно быть. Что вы в самом деле? То есть, они знаете, спрашиваете. Я этим занимаюсь всю жизнь. 57 лет. Подождите. А могу ссылку прислать? Мне не надо ссылки. Это придумали еще раз. Говорю, ложь. Ложь. Вот вчера мне один... Вы не курите, пожалуйста. У вас в голове-то дым. Вы там не можете пробить мысли добрые. Остановитесь. Смотрите. Слушайте. Я желаю ветром продуть голову. Смотрите. Вентилятор поставить. Он был в лагере. Выхода никакого не было. И в это время узнают об Организации Объединенных Наций. И он говорит. Вот если бы они тут ввязались в это дело. Сбросили атомные бомбы. Все. В то время человек, бывший в отчаянии. Когда погибло 110 миллионов славянского населения. В ГУЛАГах. Сколько? Я говорю. Согласно Кораблина 66. Но учитывая то, что было в войну. Это по их вине все время. Насчитывается 110 миллионов. Откуда у вас такие данные? Скажите. А вы знаете, что за время перестройки в России сделано 120 миллионов абортов? Вы знаете это? Нет. За аборт я говорить не понимаю. А говорить надо. Это то же самое. Нам говорили. Во время войны потеряли 10 миллионов. Потом стали говорить 15. А сейчас остановились 28 миллионов погибших было. Ну я думаю, где-то в районе 20 на самом деле. Потому что все искажено. Статистика вся вранье. Я скажу. В 91 году в России отменили экзамены вступительные по истории. Почему? Ответ. Газета «Известия». История страны чудовищно искажена. Чудовищно. Вот что нужно знать. Вы монархист по своей сути? Так. Что скажите? Вы монархист по своей сути? Что-то я не пойму. Володя. Нет. Сейчас. Подождите. Ваши убеждения монархические? Ваши убеждения монархические? Абсолютно нет. Абсолютно. Вот выступает это Осипов Алексей Ильич. Профессор. И он говорит. Да. Это один из величайших православных умов. Конечно. Так. Он говорит, что если антихристу должно прийти. Ну, маленько. Не курите пока сидим-то. Ну, можешь хоть маленько-то. Прямо жует папиросу. Ну, что вы в самом деле? И он говорит. Если антихристу должно прийти, то первое примут русские православные. Они монархисты. Все ждут царя. А он поднимем царя и явится. Вот это ответ действительно такой. Я абсолютно против этих... Вы спасете? Так. Повторите еще раз. В православии мы спасемся? Конечно. Если поступаем правильно. Что оставили святые отцы и каноны церкви. По Евангелию, когда живем. А сегодня православные ничего не знают. Совершенно Евангелие не знают. И поэтому выступает отец Андрей Ткащев и говорит. Люди узнали, что родился Христос. Но не у нас узнали. Это наши православные. Узнали, что умер за грехи наши. Но узнали не от нас, Попов. Он умер и воскрес. Узнали не от нас. Узнали у протестантов. Мы потеряли миллион православных, что не учили. Это говорит сегодняшний пастырь. Всемирно известный. Протестанты это секта. Повторите еще раз. Протестанты это секта. Секта. Все. Они не церковь. Церковь там, где есть рукоположность священцев от апостольских времен. Церковь это сегодня католицизм, православие, григорияно-армяны, копты и сирийцы. Пять. Все. За этим пределом 300 миллионов разных сектантов в этом все еретики. Хорошо. А армянский католикос, что с ним делать? Ничего не надо делать. Они уверовали на пять столетий раньше нас. Ну да. Раньше Римская империя, согласен. Нет, просто для меня это вопрос насущный, потому что я сам из католиков пришел к православию. Ну я вам говорю, что католики, православие, григорино-армяны, копты и сирийцы. У них есть рукоположение. Католики от Петра, у православных от Андрея рукоположение. Если этого нет, то это секта. Господь создал церковь, а не так, что через 15 столетия Мартин Лютер церковь создает. Имя церкви принадлежит. Подождите, стоп. Мартин Лютер, вектор был правильный. Но ему нужно было не свою церковь создавать, а к православию прийти. Я с вами согласен. Ну конечно. Потому что он перевел на родной немецкий язык. Притом перевод, лучше которого немцы не могут создать по сегодняшний день. Был ученый монах, но он не был епископом. И притом он монах был. Да, и он, понимаете, мы вот спорим, да, католики с православными, да, спорят. Там по поводу, там, гранат или яблоко раздора было. А он взял Библию и сам написал. Но не было у него такого образования и такого вот, грубо говоря, как вы говорите. У кого не было образования? У кого? У Лютера. Он ученейший монах был. Вы что, городите? Ученейший монах. Это не католики никто не отрицает. И папа говорит, если бы сегодня он обличил, это нам необходимо было. А он сказал, меня не будет, папа, как тебе будет не хватать меня? Подождите, а вы что, иезуитам верите? Я говорю то, что есть. А как я верю? Я не верю, не говорил об этом. Я с ветеранами близко знался. Вместе песни пели. Ну, для меня Лютера, не чужие люди, честно говоря. Ну, я вам говорю как. Ну, у вас сведения абсолютно неправильные. Поэтому надо отрихтовать их. Чтобы что-то знать, нужно учиться и очень много. Я повторяю. Я насчитал 50 книг. Не прочитал, а насчитал на пленку. С разделением, с выражением. Это в интернете больше нигде нет. Это Бог только мог сделать такое. И вот мы сейчас говорим, что православные, они знают Писание. В 1876 году перевод Библии был сделан, синодальный который. Ее переписывали сто раз. Переписывали буква в букву. Не Никон, не Аввакум не коснулись Библии, а только об обряда веры. А что богослуженными книгами правили? Вот сейчас вышел... Что делать старый обряд? Что делать? Второобрядцы разделяются на две категории. Первые, в которых есть священство, это Белокринитская иерархия. У них митрополит Корнилий. Корнилий митрополит. И Новозыпковская. Они поставили патриарха Александра сейчас. Вот два там, два. А которые без Попо поставились, там, я сейчас точно не знаю, но больше 50 разных толков. Это поморцы, щесовины, нетовщина глухая, там дырники, голбежники. Больше 50. Что делать? Чтобы у них было священство. Они православные, они не еретики, раскольники считают. Но раскольники не они, а Никон. Колит колуна, не чурка. Кто придумал эту реформу? А в эту реформу Петр Первый пришел и провалилась вся Россия в это окно. Сейчас вышла газета «Комсомольская правда» и на развороте. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было 650 миллионов, Дмитрий Иванович Менделеев. А нас 150 даже нету. Полмиллиарда кто сожрал? Полмиллиарда. За одно столетие. Это все от лукавого, вы же понимаете. А это безбожники. Ленин пришел к царя, девчонок четверо расстреляли. За что? Если бы Россия не встала на путь революции, в 36-м году, согласно выдержек ученейших людей, была бы первым государством, недостижимым ни для кого. По промышленности, по искусству, по литературе, по изобретениям. Ну хорошо, такой вопрос. А вы считаете, что справедливо было, что на момент, допустим, революции высшая знать говорила либо на французском, либо на немецком? То есть простого мужика собаками на базаре травили за то, что он баранку украл? Ну кто его собаками травил, вот вы сказали. Вы это образно говорите или буквально? Нет, подождите, смотрите. Я вот по образованию искусствовед, я антикват. Это мой доход. У меня газета из 1914 года. Газета называется «Рига». Ну я сам из Латвии. И там такая статья написана, что барон такой-то, рижский какой-то. Я не буду врать, но допустим, пускай будет какой-то, ну допустим, барон какой-нибудь. Ну там Мендель, да. То есть был свидетелем того, что на базаре вороватый мужик украл хлеб. Он спустил на него своих охотничьих собак. Собаки его загрызли. И его высокоблагородие, исходя из его христианских побуждений, оплатил похороны этого преступника. То есть мужик украл хлеб, он спустил собак, собаки его загрызли. И вот он такой молодец, что ему похороны оплатил. Его даже за это не судили. Это правильно? Это знаете, в «Братьях Карамазовых» Иван Карамазов такой случай рассказывает. Одна слезинка ребенка ничем не искупляется. И там тоже напустил на ребенка, и собаки загрызли его. Это бывает и образное выражение. Если в действительности было, бывает такое. Бывает. Кто это может одобрять? Но если было так... Я повторяю на вопрос, что если такое было в действительности, то он должен ответить за это. А его даже не судили? Ну, не судили, значит, так и было, может быть. Значит, одного загрызенного увидели, а что по репрессиям в стране 66 миллионов убили, про это не помнят, не знают. Гитлера осудили, а Гитлер ни одного крестьянина не трогал, ни одного дворянина. Гитлер сто раз меньше зла сделал, чем коммунисты. Гитлер, по его указу, с людей кожу снимали и делали люстры и кожаные куртки. Я говорю, что он, Гитлер, из разрухи в страну поднял до невиданной высоты. А у русских, наоборот, самая высокая была страна, до самой планки нижней опустили. У нас все вот так на выверет. Подождите, так вы Гитлера оправдываете? Да, конечно, нет, чего ради, сравнивать нельзя, а то любой знает, из какой разрухи поднял страну. Когда за одну булку хлеба платили 3 миллиарда марок. Еще в мире это никому не удавалось, кроме Гитлера. В течение 10 лет страну никто не мог узнать. До войны, я беру до войны. Сталин с ним переписывался, поздравитель наслал ему. Сталин еще Гитлера любил, что ли. Надо разделять поэтапно. Был человек такой, стал такой. Он поднял страну из развалин. Этого не удавалось еще никому за такой короткий промежуток времени. Дороги... А? Что Петр? Какой Петр? Какой Петр? Вы о ком спорте? Это антихрист на русской земле. Антихрист. Родные люди, договорились. А я говорю, антихрист. Что он делал? Как издевался? Святейший Синод. Как он церковь с патриарха убрал? Исповедь не сделал тайной-то. Отвратил людей о церкви. Какие блудилища устраивал. Родного сына Алешку задавили. Что, мимо прошло? Ну, у нас немножко... Ладно, мы люди... Ненамножко. Ненамножко, дорогой мой. Я учусь 57 лет этому. Можно поучить в семинарии. В семинарии? Я в пяти университетах преподавал много лет. 18 лет. Меня учить не надо. Три радиопрограммы регулярно вел. По истории, по искусству, по агеографии. Я говорю, знания... С выше этого ничего нет. Притом, я беру все, что зарубежное, дореволюционное, советское. Тема масонства я 14 лет отдал. А сегодня вякают, сами не знают, что говорят. Для знания нужно время, чтобы Бог благословил. А где вы сейчас находитесь? Я вижу, у вас какая-то там келья какая-то. А что там? Келья у вас какая-то? Ну да. Это я где живу. Я могу сказать, такого вот жилья, как у меня, снаружи даже, нету во всей стране. Ой, а почему? Потому что, когда я освободился, в 87-м году, помилованный, но не реабилитированный. Реабилитация будет только 4 ноя в 91-м году. И я подал в суд, что у меня изъяли. Согласно норм этих, которые есть везде, они дожили мне 11 миллиардов теми деньгами. И 11 лет шел суд, я его выиграл. Конечно, они все там высчитали, но рассчитываться нечем. Это Бог делает, судебный исполнитель. А она, говорит, пришла в городскую администрацию города Барнаула и сказала, никто не получит ни рубля, бюджетники, пока с Лапкиным и Игнатием Тихоновичем не рассчитаетесь. Со мной сразу заговорили по-другому. Мэр города, собрались, прокурор края там участвовал. Что делать? Руки-ноги, говорит, не вставишь, что он сидел. Меня как крутили там, что со мной было. Давайте решать вопрос. И, наконец, президиум Верховного Совета СССР заставил все пересмотреть. Мне деньги-то не могут отдать. И тогда далее, в центральный район города Барнаула, рядом с Обью, красивейшее такое место. 13 соток и два дома. Мировое соглашение заключено. Приехал мэр города, сфотографировались, центральная газета напечатали. Лапкин предпочел храм недвижимости. В одном здании мы сделали храм православный, в другом я живу. Чтобы каторжнику мэр города, бывший моторного завода, мэр города приезжал. Это нигде не было такого. Это Бог делал так. И мы по рукам ударили и поцеловались. Поцеловались с ним. Это снимки эти все показали всем. Я извиняюсь. По какой статье вы осуждены были? 190 прим. Ее нет сейчас в законодательстве. Иначе весь Верховный Совет всю Думу надо судить было по этой статье. А что это такое за статья? Статья звучит так. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй Советского Союза. А как? Я говорю, Бог есть. Они говорят, нет Бога. Значит, я теперь позорю всех основателей марксизма, ленинизма и прочее. Это очень просто было доказать. Теперь я выступаю где-то. Ну, где-то. Мне приходилось везде говорить о Боге. Нигде-то даже в соборе Василия Блаженного, когда он еще закрыт был, заходил. В Третьяковской галерее. Во всех столицах Советского Союза. И, конечно, смотрели, записывали. Ничего не могли найти. Ничего. Но я распространял Библию, насчитанную. И рядом архипелаг ГУЛАГ насчитал. Недавно журнал «Новый мир» опубликовали, что прошло 30 лет, как первые главы архипелага ГУЛАГ были опубликованы в «Новом мире». И сразу же в литературные газеты опровержения. У Вас ошибочка. Ровно на 10 лет православный проповедник Игнатий Тихонович Шлапкин в Барнауле наполнил страну архипелагом ГУЛАГ. На 10 лет. Но насчитанное на пленке. 11 пленок. Каждое 8 часов 20 минут. Вы, конечно, извините, что я Вас перебиваю, но у нас по поводу Сложеницына разные мнения. Я как бы человек православный. Я как бы за православие там и тело свое отдам. Но по поводу Сложеницына у нас с Вами разный подход. Конечно, разный. Вы в тюрьме не были, а он был, я был. Я вижу до точки точно. Ну, хорошо. Для Вас приемлемо на своих сокамерников доносить начальство? Что сделать? Доносить. Это вранье. На своих сокамерников доносить начальство. Знаете что? Вы говорите о том, чего не знаете. Он был под кличкой Ветров. И когда ему сказали делать это, он сказал, я не могу, я уверовал во Христа. Он говорит, я впервые спрятался за Христа. Ни одного доноса не было. Это брехня собачья. Потому что люди не терпят, когда кто-то вперед их вышел. Они оплюют его сзади. Сложеницыну, как гению, никого нет равных. Впереди только Достоевский и Шекспир. И Иоанн Корольстанский для меня авторитет. Ну, хорошо, но это не писатель. Я говорю, он писатель. Он человек, который претерпел все невинно. Он реабилитированный. Все. Нам не надо уже перерешать. Его в наручниках через границу перевезли и сдали в обмен. Может быть, чего-то, я не знаю, спорить с вами. Ну, не надо спорить. Я вам не за деньги даю данные. Данные абсолютно точные. На 100%. Ну, понимаете, если честно, вот я сейчас живу в Латвии, да, вот при нашей нынешней европейской демократии. Я лично, мое мнение, я был маленьким, когда Советский Союз распался. Ну, как маленький, мне был 12-й год. По мне так, это было более государство, богобоязнение, нежели нынешняя демократия. Так, вы в Латвии живете. Переведите слово, я сейчас по-латышски буду разговаривать с вами. Давайте. Он тнава нес ауглюс. Нава нес ауглюс. Ауглюс, это вообще-то угли, дрова. Я, честно говоря, вообще ничего не понял. А нава, нава что означает? Еще раз, мы... Нава, нава нес ауглюс. Типа, вместе несем какие-то угли. Не так. Как не так? А написано так. Смерть приносит плоды. Это из Библии взято. Я в Латвии жил. Я в Латвии жил. Через 30,5 месяца я уже разговаривал с ними по-латышски. Ну ладно, я с юс виспор саппорт паркуй с руной вот так вот, вот виспор. Вот я с руной тыки, вот еще по-латышски. Нет, я уже оттуда выехал 57 лет назад. Я там жил. Я жил там, полтора года только жил. Работал на корабле. Нет, ну вот я не понял, что вы мне сказали. Я не понял, что вы мне сказали. Меня уже спрашивать не надо. Я просто сказал, что я был в Латвии. Там я уверовал. Город Венспилс. Венспилс. Венспилс это православный старообрядческий город. Старообрядческий, хочу подчеркнуть. Если я вам скину данные, как недавно, ну лет пять назад я был в Латвии, в том месте. Ролик. Его никто не может смотреть без слез. Все пишут. Я вас найду, да. Лаптин, Игнатий Лаптин. Я посмотрю, что вы там в интернете говорите. Нет, вот этот ролик называется 52 года в пути. То есть у нас была миссионерская поездка из Барнаула до Владивостока, потом до Лиссабона, Прибалтика и Скандинавия. У меня 38 томов вышло из печати. И я решил подарить библиотекам мира. 650 городов посетили и сел. Извините, а какого года вы рождение? 10 июня 1939 года. То есть до войны еще родились? Конечно. А с какой области? Алтайский край, Тюменцевский район, поселок, село Карповка, конзавод номер 140. Ну, так это вообще там язычники живут, по сути, в Тюмени? Это старообрядческие поселения были. Я родился в старообрядческой беспоповской семье. А придя в возраст, я нашел Христа. Я верил, что нельзя, мать говорила, в пионеры нельзя, в комсомольцы. Плясать, воровать, курить, блудить с женщинами. И меня Бог спас от этого. Но Бога я не знал. И только после армии, в 23 года, впервые мне в руки, в руки Господь дал слово свое. А в это время я работал на корабле. Учусь в высшем мореходном училище. Добился разрешения сдать за год три курса по выбору комиссии на трех языках. С выходом за границу. Я здоровый, крепкий, а в душе пустота. Я узнал, Христос умер за меня. Началась новая жизнь. По социальной лестнице меня гоняли везде до армии. Я работал прорабом в органах МВД. А когда вернулся, я не канун южный. Я 40 с лишним лет пищником работал. Батюшка, вы мне, ладно, вы мне одно скажите. Как с блудом бороться? Вот не могу, вот грех есть, блуд. Не могу ничего с собой поделать. Как с ним бороться? Два варианта. Но они сходятся на одном. Лекарство только одно. Пост и молитва. Больше ничего. Все в ваших руках. Ни таблетки, ничего не надо. Пост и молитва. И чтение Слова Божия. В страхе Божьем. Родиться свыше. Просить, дай мне рождение свыше. Вот я на колени склонился 57 лет назад. И когда встал с колен, я абсолютно другой. Я на себя смотрю, я ужасаюсь. Это я был полчаса назад. Все изменилось. И уже так только Лоцманский наш катерок прибыл на корабль, на рейде был. Я всем сказал, живем неправильно. Христос умер за нас. И уже к утру все знали, Лапкин сошел с ума. Батюшка, вот хорошо, это я понял. А как вот я вот выпить люблю, пьянствую? Ну, не надо, слушайся, как вас звать? В православии Юлиан. Как? В православии и Юлиан. 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 Так, минутку, подождите-ка. Что же это я не найду? Куда он делся-то у меня? Поронили его еще. Ох. Как это оно вот. Что же случилось? Володя? Как по рукам ударили. Куда же у меня календарь-то делся? Здесь положили. Сейчас я гляну. В честь Юлиана Кинеманистского. Может быть, я сейчас. У меня календарь лежал. Тут кошки бегали, уронили, наверное, или еще. Вот точно, точно, как говорил. Вот, смотрите. Календарь, церковный календарь, да. 97-й год, вижу. Да, патриарши. Теперь смотрите. Юлиан. Сейчас она... Что-то такое редко-редко приходилось. Но обычно я всем говорю, что означает имя. Юлиан Кинеманистский. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, сейчас я найду. Так. В меру Роберт, как бы я католика. Сейчас. Я уже подхожу. Юлиан. Да. И у Ильи по-гречески. Нету перевода. Перевода. Это рожденный в июле. Нет, я декабрьский. Нет, нет. Это тут много сколько. Я сейчас скажу, сколько их здесь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Четырнадцать Юлианы в разное время празднуют святых. Ну, мой, я, как бы, святопокровитель выбрал Юлиана Канеманистского. Это который Симон Прокаженный. Симон Прокаженный, да. Я жития святых начитывал на пленку. Они у меня на сайте. Прослушать можете. Послушаю обязательно. Они сейчас у меня все выставлены по одному житию на нашем Ютубе. Это в советское время мне пришлось распространить жития святых всех 12 томов. Еще из двух томов настольной книги выбрать 174, которые раньше не были известны. То есть более полного списка святых не было. Я из разных источников работал, с архивами буквально. Матюшка, что с пьянством делать? Ну, в первую очередь нужно узнать, что веришь ты в Бога или нет. Есть рай и есть ад. Теперь мы считаем первое послание Коринфянам, пятая глава. Пьяницы царствие Божие не наследует. Все кончилось. А вы сидите еще курите. Теперь куриво, пьянство, верите лжи вот этой вот, защищайте ее. Это одновременно все Бог снимает. Если даст духовное рождение. Это первый пункт. Родиться свыше. И второе. Быть Вадимым Духом Святым. О чем Серафим Саровский молился. Стижание Духа Святого. Тогда вам не надо ничего этого будет. Не так, что вместо... Батюшка, вы мне скажите, как? Я сейчас говорю, как? Вы просите об этом Бога. Молитесь. Ну, можете неделю ни курить, ни пить? Ну, не ею одну. Ну, ты сейчас, говорит, я не могу. Ну, вот арестовали тебя, посадили в ШИЗО. Там ничего тебе не дадут. Месяц-два не курит, не пьет. И ни один не умирает. Это все расхлябанность. Нельзя так. Батюшка, ну, понимаете, я утром встаю, мне уже какая-то печаль. Мне жить не хочется. Ничего с вами не сделается. Я, говорит, матерюсь, не могу ничего. Я говорю, давай договоримся. У тебя кто есть, жена? У меня вообще день не в радость. Ну, понимаете? Я знаю. Знаю это, знаю. Но меня Бог от этого избавил. Я только знаю по-научному. Я никогда не курил, не упивался, ни женщине не знался. Меня это не мучило. У меня было другое. Вот спрашивают, кем ты хотел быть маленький? Когда знают мою биографию. Фильм обо мне снятый, занял первое место в России. Я говорю, я хотел быть с пяти лет, уже знал кем. Кем? Я говорю, террористом. У меня больше ничего не было. Я слышал, как отец рассказывал, какие жили люди, как раскулачили, скольких убили. И я думал, а когда пасем, а там это ямки, заросшие травой, я ребенок плакал. Я так переживал. Поэтому я как только стал в техникум учиться, в секцию бокса, стрельбы, я очень накачанный был. И когда языки мне Бог дал знать, я подумал, ухожу на корабле, и я уйду из этой страны поганой. А когда Бог меня нашел, я понял, я здесь нужен, как ассанизатор. Я обязан в этой части от рулетки быть. Это блудилище. Выдвинет во свет, сказать, что Содом и Гамора сгорят огнем. Я уже здесь нахожусь, когда 500 человек нашел, которые приняли. Вот так. Я не теоретик, практик. Практик. Что я тут делаю? А? Дайте совет. Чего начать? Что с теми? Настите с того, что сейчас папиросы выбросите. Теперь сегодня объявляйте пост. Не пейте и не ешьте три дня. Хотя бы три дня. Но перед этим лучше всего добавьте, сходите в храм, на исповедь, в священнику и скажите, батюшка, помолитесь обо мне. Сатана замучил меня, я в ад иду. Ты не оправдывай. Ты сегодня умрешь, в аду будешь. Пьяница не наследует Царство Божие. И заплачь. Скажи Елеан Святой, помоги мне. Я верю. Абсолютно верю. Если ты приложишь усилия, Бог тебя спасет. Я встречался с такими. А когда защищаю, да я не могу, голова болит, а похмелиться, пропал. Уже ничего не сделать. Ничего, он приговоренный. Я два года не пил, два года не пил, не курил. Мне вообще еще хуже стало. Я вообще жить не хотел. Ну да. Я в церковь ходил. Верю. И соборовался, но еще хуже стало. Собороваться не надо. Собороваться только лежит парализованный. Еще же. Ну так я болел. У меня, слава Богу, не подтвердилось. Я думал, что рак у меня. Хорошо. Ну. Хорошо. Вы с соборовались, сходили в храм? В храм, да. А в Библии написано так, кто болен, призовет пресс-питеров. Не ты к ним идешь, а они прийти, ты парализованный. И не помолятся с тобой, а над тобой написано. Ты лежишь, и священник над тобой молится. Но я же не такой, я же ходящий был. Это все. Это нету. Для этого соборования нету. Это обман. Поэтому вы все запутали в своей жизни. Вы только мало и счастья. Я говорю, сходите в храм православный. Православный, к батюшке. Все расскажите, покайтесь. Но не причащайтесь никогда. Вы не можете причащаться. И тогда объяви пост. Скажи, батюшка, я хочу неделю не пить и не есть. Чтобы он вас благословил. Неделю не пить и не есть? В смысле алкоголь? Объясните, пожалуйста. Я объясняю. Это сказал Герман, святой Евдокии. Вы сейчас вот сидите и хлюпаете там. Ну, нехорошо. Даже когда говорю, и вы все везде у вас... Вы безвольные. Такие, как правило, подкаблучники. Да еще и бороду бреют. Вы... Сколько борода у вас? Сколько не бреетесь? Не бреюсь, но месяца два. Ну, вот так. Она у вас не такая будет. Вот посмотрите на меня. Нет, ну... У меня... Я на военном билете в 61-м году уже был. В 61-м, когда советская власть. Уже с бородой был. Батюшка, с пьянством что делать? Я еще раз сказал. Выбей все из себя это. В руки не бери. И скажи, я иду в ад. Вот даже сейчас такой безвольный мужичонок-то оказался. Как тряпка какая гнилая. Что ты такой? Я бы тебя не взял, даже близко такого в деревню-то. Слушай, не обижайся, не матерись. Скажи, я грешник. Господи, избавь меня. Вытащи меня из этой пропасти адской. Что ты себе позволяешь это? Жизнь один раз дается. А там вечно гореть в огне пьяницы будут. Разве это не устрашает? Батюшка, а вообще Бог есть? Вот дошел наконец. Если Бога нет, то остается только считать 13-й Псалом. А написано так. 3000 лет назад. Сказал безумец в сердце своем. Нет Бога. Они развратились, совершили гнусные преступления. Нет делающее добро, нет ни одного. Безумцы. Бог есть. Есть только одно грех. Который надо наглотаться. Наркотики, пьянство. Что делать? Далеко забрел. И сам себя за волосы не вытащишь. Надо, чтобы Господь пришел на помощь. Батюшка, я вот никогда не поверил, что ты об этом не думал. А может быть, это такой религии, чтобы на человека порабощать? Что ты тогда себя за верующие-то выставлял? Тебе никто не поможет. Иоанн Златоуст говорит, не я, не Бог. Я пытаюсь. Слушайте, ни я, ни Бог тебе не поможет, если ты сам себе не поможешь. Святой Иоанн Златоуст. Сидит, глотает, жует буквально. Еще окурок в чай брось. Что ты так распустил себя? Слушай внимательно, не дергайся. Я разговариваю с тобой. Таких у меня десятки тысяч прошли перед руками. И сколько людей бросили пить. В начале новую жизнь. К нам приезжают... Господи, помоги. Ну что лучше вам не знать? Вы спросили, я ответил. Пойдите к священнику, первый шаг. Православный... Я боюсь, я священник. У меня строгий батюшка Феофан такой. Ну ладно. Так, все, расходимся. Пусть сословишь, ничего тебе не надо. С Богом.